добрый день дорогие зрители с вами снова ольга закоржевская и компания ваш адрес сегодня наша седьмая экскурсия кто не смотрел предыдущей серии пожалуйста подписывайтесь и посмотрите очень интересные наши экскурсии про доходные дома а сегодня мы решили начать наш выпуск самого красивого здания на невском проспекте дом компании зингер или другое название дом книги это поистине одно из самых красивых зданий на нашей главной магистрали и сегодня мы поговорим что же здесь было прежде чем заболоцкий написал такие стихи над башней рвался шар крылатый имя зингер возносил а было здесь деревянное здание театра 1730 год театр простоял шесть лет и сгорел чуть позже здание принадлежит уже протеерею русской церкви духовный наставник екатерины второй и он панфилов на дворе 1770 год уже в девятнадцатом веке 1870 год зданием владеет штаб родмистр жуковский а после его смерти владеет его супруга жуковская и вот здесь начинается самое интересное сейчас мы об этом с вами поговорим пройдемте шлем одетый на фасад шар земной его венчает больше сотни лет назад дом стоит и процветает и действительно процветает так вот вернемся госпожи жуковской компания зингер с 1851 года уже имела свои представительство великобритании и в германии и подыскивают себе очень лакомый кусок на невском проспекте поскольку это такое торговое бойкое место деловой центр петербурга и обращаются госпожи жуковской с возможностью выкупить у нее это здание и построить здесь представительство в петербурге но госпожа жуковская отказывает у нее здесь магазины французских перчаток булочные кондитерские первое фото отелье все это ей приносит доход прибыль она это сдает и арендаторы и родственники и и отговаривают и тут компания зингер идет на некоторую хитрость на спиритическом сеансе госпожи жуковской рассказывают следующее если она продаст это здание то все в ее жизни сложится замечательно а вот если этого не сделает то может все сложится печально и чтобы вы думали госпожа жуковская продает это здание получает по тем временам громадные деньги около двух миллионов рублей и в дальнейшем когда наша госпожа жуковская будет сидеть в нице на берегу она будет думать как хорошо я вложилась и продала это здание ну а здесь решают построить небоскреб поскольку компания зингер имела на манхэттене свое офисное здание много этажей 45 дальше его настраивали то здесь тоже планируется построить 11 этажный небоскреб но не знали что еще царем был следующий указ ни одно здание в петербурге не может быть выше 11 сажений 23 с половиной метра и вот обратите внимание красная линия она проходит в районе шестого этажа а дальше уже мансардный этаж и вот этот стеклянный купол это уже некоторая хитрость которая позволила сделать такую высотность и придать зданию изящность и сделать его вот таким вот красивым кому поручают строить павел юлевич сюзор именитый архитектор ему на тот момент 60 лет 30 лет он уже строит здание порядка 80 а некоторые утверждают даже из 100 зданий павел юлевич построил и перестроил в нашем городе и вот здесь в таком роскошном стиле тут многое перекликается можно найти и признаки нео барокко вот такие вот валькирии это у нас девы на корабельных ростах раковины ну и стиль модерн стиль модерн здесь тоже присутствует плавные линии а потом подойдем с вами ближе вот из листьев ириса драконьи головы удар хлыста удар бича модерн набирает свой оборот год постройки 1902 1904 все вы знаете что дом компании зингер занимались от тем что это было офис и представительство по швейным машинкам да и сейчас я вам покажу один небольшой секрет на фасаде этих зданий мы заговорили о валькириях это девы на корабельных ростах берут свое начало в скандинавской мифологии девы смелых воинов которые провожали и сопровождали самых смелых воинов в рай и что интересно мы сейчас обратим с вами внимание на валькирии рассмотрим их и я даже покажу вам что символ швейной машинки можно найти на фасаде здания обратите внимание на левую валькирию в руках она держит джезл меркурия это символ торговли а вот правые валькирии держат над собою веретено символ легкой промышленности от веретена идет тонкая изящная ниточка которая уходит у нас вы не поверите в ушко швейной машинки под локотком валькирии особенно на угловом фасаде это очень видно мы с вами можем обнаружить вот такую вот швейную машинку представьте себе у валькирии вот такая вот швейная машинка то есть компания зингер еще и делала уникальную вещь она рекламировала то чем занималась это удивительно и интересные многие об этом не знают так что теперь приезжая наш город вы будете знать что валькирия имеет под локоточком швейную машинку но и немножечко тоже поговорим об этом моменте человек исаак мэрид зингер который стоял у истоков и основания считается что он изобрел швейную машинку на самом деле она была до него создана но он сделал очень интересный ряд усовершенствования и вообще был уникальным человеком это был красивый интересный мужчина двухметрового роста и что интересно имел он вы не поверите 25 детей конечно не от одной жены у него было три жены с именем мэри одна жена кэтрин а последняя жена изабель которая была его моложе на 30 лет и ей досталось все состояние в дальнейшем супруга изабель была в отношениях с французским скульптором который запечатлел ее вы не поверите статуи свободы в нью-йорке так что будете в нью-йорке увидите статую свободу будете знать что это последняя жена нашего зингера ну и возвращаясь к швейной машинке надо сказать что действительно вещь до того времени уникальная и интересная так вот машинка имела ряд недоработок у нее не было непрерывности хода она рвала строчку и тот же зингер всего за каких-то 11 дней и 100 долларов усовершенствовал придумал ножной привод освободил руки хозяйки хозяйка могла протаскивать ткань управлять руками и строчка не рвалась деньги свои зингер тут же окупил это еще не все машинка была дорогая ее мог позволить не каждый человек себе так вот зингер придумал систему кредитов и в петербурге бытовало такое мнение бегать от зингера это тоже исаак зингер надо сказать что зингер придумал много всего интересного но личная жизнь у него была тоже очень бурная не зря его называли любитель всех портних ну а мы вернемся от товарища зингером к нашему дому и продолжим любоваться вот этими фасадами посмотрите в этом здании было столько технических новинок и столько инженерной интересной мысли что мы не видим на фасаде этого здания когда его рассматриваем очень необходимой для петербурга вещи для нашей дождливой погоды вы не обнаружите здесь водосточных труб медные водосточные трубы спрятаны внутрь фасада более того дом так обильно украшен и декорирован да мы с вами уже говорили о том что и валькирии и вот этот вот потрясающий купол который нам напоминает наперсток да а многие даже говорят что это шапочка с пумпоном так вот если мы посмотрим на этот самый пумпом да то это у нас земной шар или глобус что говорит о том что компания зингер хотела чтобы они заговорил весь мир чтобы они были первыми и действительно швейная машинка приобрела такую популярность иметь ее считалось очень престижно это был действительно такой уникальный предмет и а компании знают все даже спустя сто лет а посмотрим с вами на этот вот земной шар и что мы с вами увидим а мы увидим что держит его девы мореплавания раньше на этом глобусе было на ленточке надпись компания зингер диаметр этого глобуса 2 и 8 метра и надо сказать что вот так не строил никто много металла много стекла там действительно потрясающая очень хорошая такая энергетика атмосфера я в этом куполе тоже была не раз а теперь мы посмотрим что мы видим с вами под куполом а мы видим с вами орла и давайте-ка я задам вам вопрос как вы считаете компания зингер американская или немецкая очень часто фамилия зингер созвучно с немецким словом и многие говорят что это немецкая компания на самом деле компания американская и до первой мировой войны здесь находилась американское посольство так что вот этот вот орел который сейчас уже законно выседает на своем месте где он был и первоначально потому что в 20-е годы не по орел был утерян так вот компания американская и орел символ америки мы видим с вами как раз под куполом ну и пробежимся посмотрим по фасадам как я уже сказала в петербурге нельзя было строить выше 11 сажений да и вот мы с вами видим эту красную линию которая проходит у нас два соседних здания на шестом этаже а дальше уже мы видим с вами сам купол надо сказать вы удивитесь но петербуржцы это здание изначально не приняли и не считали красивым а говорили что это уродливое здание которое вот в таком стиле модерн который как раз начале века набирал свои обороты не понравилось но представьте себе уже в 1907 году журнал по архитектуре пишет следующее павел юрьевич узор изысканным образом вплел в перспективу невского проспекта роскошный дом компании зингер не заслонив собой казанский собор рядом с которым мы с вами находимся и спас на крови которые находятся на канале грибоедова так что вот так элегантно построив вот этот дом и многие даже говорят что павел юрьевич узор мог не строить все свои 100 зданий а войти в историю только уже замечательным домом компании зингер и что интересно посмотрим еще раз на здание компании зингер я хочу вам рассказать следующее павел юрьевич узор построив это здание вошел в историю это все конечно здорово и замечательно но я хотела рассказать вам еще и о том что очень много инженерных новинок было в этом доме в этом доме впервые вообще в гражданском строительстве и в россии был использован металлический каркас и внутри была кирпичная кладка для чего это нужно было делать а для того чтобы разместить такие громадные арочные окна потому что вес каждого окна больше центнера а если мы зайдем с вами внутрь этого здания то мы увидим роскошную мраморную лестницу из карарского мрамора не так давно была реставрация 2006 9 годах потрачены большие действительно деньги и восстановлена лестница что интересно еще во времена сезора хотели делать лестницу из карарского мрамора но не хватило средств поэтому был сделан всего один пролет а когда уже была реставрация то мечту сезора осуществили спустя сто лет и мы поднимаемся по в этом здании куполу по лестнице из карарского мрамора лифты фирмы отис тоже одни из первых городе находятся в этом здании потрясающие атриумы это внутренние крытые дворы под стеклянной крыши ну и надо сказать что сейчас в этом здании 5 этажей занимает офис компании вконтакте и гулять по этому зданию поверьте настолько красиво замечательно и роскошно я вас всех приглашаю на экскурсию в дом зингера подписывайтесь шапки профиля внизу под на наш канал и я расскажу об этом здании гораздо больше и интереснее потому что все не вместить и не рассказать ну и также пару слов об отделке этого здания первые два этажа мы с вами видим такой серый матовый гранит красный гранит дальше идет серый матовый и когда мы поднимаемся вверх мы видим с вами роскошные деревянные отделку и вот такие вот балкончики много конечно декора в этом здании но действительно она восхищает с 1919 года в здании находится издательство и вот как раз не так давно отмечалось 100 летие дома книги до 38 года уже отведено дому книги а до этого были издательства и кстати надо сказать что лен издат когда находилась в этом здании здесь также бывали и писатель хармс и самуил варшак возглавлял и бывал это в этом здании ну а я предлагаю вам зайти внутрь и заглянуть в кафе которая так популярна среди жителей нашего города потому что имеет потрясающую панораму на казанский собор роскошное творение воронихина который он строил 10 лет и заодно посмотрим некоторые детали модерна на фасаде здания ну и мы с вами подошли уже непосредственно вот таким роскошным красивым дверям и обратите внимание вот он удар хлыста удар бича вот эти плавные линии которые так свойственны для модерна потому что модерн не любит острых углов не любит ничего острова а только плавные вот такие вот формы и обратите внимание маски маскароны встречают нас видите рядом с ними вот такие початки кукурузы что говорит тоже о том что это символ америки дальше мы видим с вами роскошные замечательные плафоны которые напоминают нам чертополох глаз яйцо это тоже очень свойственно для модерна а дальше мы видим с вами вот такую обильную растительность плавные линии ириса из этих линий ириса мы видим китайских дракончиков в начале века тема китайщины была очень популярна и действительно вот этими красивыми светильниками можно любоваться и восторгаться ну а прям рядом с плафонами находится знаменитая кафе полянка то о чем я вам и говорила очень красиво мы видим в дверях отражается казанский собор обратите внимание мы пришли к с вами к третьему входу где происходит разгрузка в дом книги и здесь мы с вами видим плитку оригинальную с того времени с 1902 с 1904 года и вот тоже визуальный ряд чтобы запомнили 902 и вот на этой стене 904 год постройки то из зданию получается уже намного больше чем 100 лет ну и вот сегодня мы поговорили с вами о самом красивом здании на неском проспекте и я хочу с вами попрощаться подписывайтесь обязательно на наш youtube канал ваш адрес также на мой инстаграм который находится в описании и следующий раз мы поговорим с вами об уникальных доходных домах компании ваш адрес и там вас ждет очень много интересного а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok